МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Он правда убил? Или на него повесили убийство, потому что он ром?" -"Мы сегодня темно в базаре, но люди нам начали не кидаться, как на зверях. За что? Я должна укрывать лицо, чтобы на нас люди не видели, потому что беженцы убежали с Лощиновки." Что замалчивают местные в Лощиновке? И как собираются мстить ромы? -"Ворон сказал, что сотрет Лощиновку полностью". -"Мир сошел с ума". Пока вы ловите покемонов, вас ловит и Цейру, и педофилы, и шизофрения. -"С точки зрения психологии, это ужас". Почему модную игру могут запретить в Украине? -"Если вам есть что скрывать, я вам не советую играть в покемоны". После зверского убийства девятилетней девочки в Одесской области, местные жители разгромили 8 ромских домов. Ведь главный подозреваемый по этому делу ром. А к очевому народу, как вы знаете, в Украине относятся с опаской. Напомню, ребенка с многочисленными ранениями на днях нашли мертвым в одном из заброшенных домов. Но вдруг в ходе расследования всплывают факты, которые могут вообще снять подозрения с обвиняемого рома. Что же так тщательно скрывает семья девочки? Оля Манько провела собственное расследование. Минуло больше тижня, а бабуся девятиричной Ангеліни не может огортатись від трагедии. А Лощиньевка перетворилась на единство в Украине, которое так охороняется. Ось на везде в Лощиньевку патрулює поліція. Заезжали рома собирать речі? Так. Є спецподрозділ, мы их тут остановим, они их сопровождают до их домов, они забирают свои речі и уезжают. Я помню, аж четыре поліцейские машины. Мы осуществляем охрану публичной безопасности по селу. Наверное, ОБСЕшники приехали. А си хлопцы малослівні. Полиция, я надеюсь, все будет разбираться. В селі тиша на улицах безлюдно. Про жахливу подію нагадують лише розтрощені будинки ромів. В деяких селяни тільки шипки побили, інших навіть сіни повеламували. Біля однієї зруйнованої хати з розірваним ланцюгом на шиї блукає собака. Дім порожній, але пес винюхує сліди господарів. І чекає. Ти чекаєш хозяю, я не можу на нього дивитись. Зморений голодом, аж ребра світяться. Видно, сюди роми повертались, адже шафа порожня. Одяг забрали, а собаку залишили. Як і дитячі іграшки. А ось і будинок першого підозрюваного. Хлопця ромської національності Міші. Розвалили в щенок. Нагадую, 20-річного хлопця затримала поліція. Цей підозрюваний сьогодні затриманий рішенням суда. І проводиться слідство. Поки суд арештував його на два місяці. Сім'я підозрюваного втекла з іншими ромами. Тому в будинку порожньо. Вікно вибите разом зі шматком стіни. Видно, що господарі тікали поспіхом. У шафі залишили повно речей. Це, виходить, друг моєго мужа. Він, можна сказати, вирос в їхній домі. Він маленький ще був, з малолітки. Вроде хороший мальчик був. Я не знаю, що в нім поменялось. Ми нічого ему плохого не делали. І кушали вместе, і все делили поровну. Сигарети, всім, значить, і йому сигарети. Там колбасу делили, все пополам делили. Ці дві жінки в траурному одязі – мама і бабуся вбитої Ангеліни. Жінки досі не можуть повірити, що це сталося насправді. Дівчинку вбили 150 метрів від свого дому. Зараз на цьому місці лежить лялька. Та, на жаль, Ангеліна її вже не розпакує. Там цыганів визмаїли. Не всі сказали, що ми змеремо деньку, щоб її викопити. З кашеміни розмовляли, значальниками, і все. Якщо тільки випустять, то я не знаю, я сама його за руки, розорву його. В селі про вбивство і про ромів говорити не хочуть. Хіба що не на камеру. У них тут тільки наркотики. Наркотики продають. Стали боятися навіть невест. Ось боїться, ось є маленький, боятися йти в сенс. Діти бояться в школу ходити. А після приїзду знімальних груп селянам буцімто вже дзвонили роми і погрожували розправою. Барон сказав, що зотре ласиновку повністю. Як тріщали наші будинки, ламали, так і ваші будинки. Будьте поломані, зжжені. Те, що підозрюваний у страшному вбивстві ром, виявляється, поставило на вуха усю ромську спільноту України. Моїй колезі Ірі Петькун вдалося розговорити Петра Чорного, котрий розмовляв про це з київським бароном. Тому що не може в 20 років, якщо це ром, навіть будучи, пусть, розумієте, мені чого-то не дуже віриться. Але те, що селяни вчинили самосуд, образило ромську спільноту. Щоб конфлікт в Лощині всі далі не розгорався, сюди пробула підмога. Хлопці кажуть, Роми давно не давали життя селянам. Просто вбивство дитини стало останньою краплею. Вибивали з місних жителів день. Занималися наркотирговлею. Були лабораторії прямо в домах. І остатки наркотичних веществ місні жителі знаходили. Ребенок зі школи йде, підходить зігантом постарше, вибиває в нього все. День є мелкі. Многих дівочок місних, маленьких тут насилували. Насилували. І вони боялися об цьому заявити в поліцію, поскольку вони хотіли себе об'язчись. Тут повний безпредел був лютий. Влада району про конфлікти з Ромами не чула. Дрівне хуліганство та побутові сварки, як і в кожному селі. По спілкуванню з представниками громадських організацій, вони виражають думку, що повертатися їм сьогодні туди не бажано. Тим більше, що там декілька громадян мали свою власність. Хто-то їх просто пустив. Навіть, мабуть, вони не платили кошти, тому що там не може за що платити. Раптом бачу у селі ромську жінку. А казали, що всі втекли. Неплохо я не можу розмовити, дівчинка, залишайте мені. Невже Роми таки повернулись в село? Тут всі ціган, які тут були привіті, які безпределем не займалися, їх ніхто не тронує. Тут залишли, якщо ви спрашиваємо пізні жителів, тут пара сімей залишли, яких сюди не вигоняли. А ось чоловік ремонтує вибиті селянами вікна. Невже теж Ром? А чого тут побили? А чого? Ціганка жила. Повернутися сюди жити? Ну, я знаю. Не знаю. Виявляється, будинок належить йому, Івану Васильовичу. Пустив жінку, яка не мала де жити. І от і все. От вона платила за світ. І все. Сам чоловік живе в Ізмагілі. Каже, не хотів, щоб будинок пустував. Бо тоді це приманка для безпритульних. Вони не то, щоб біли в окна, де залазили, де вони ще й не гадили на столі. Так не хочеться розмовляти. Я чотири роки працював з дітьми, і батьки прийшли і побили хату. Щоб вони не знали, чия хата вони. Від дідуся дізнаюся, ромо-біженці осіли в Ізмагілі. І у них своя правда. І навіть інший підозрюваний у вбивстві дівчинки. Їду на вздогін. А поки мій колега з Закарпаття з'ясує, як реагують на те, що сталося в найбільшій ромській спільноті України. Неужели це вбивство стане пітном на репутации цілого народа, проживаючого в Україні? Смотрите продолжение расследования уже через пару минут. Мир сошел с ума. Пока ви ловите покемонов, вас ловит і цейрук, і педофілы, і шизофрения. С точки зрения психології, це ужас. Почему модну игру можуть запретити в Україні? Як в Польщі устроиться простой уборщицей з зарплатой топ-менеджера? Пылесос вонять так, якбито його не чистили вже, я не знаю, пару лет. І на продажу, яких овочей можна заработати в Варшаві 16 тисяч в місяць? Якбито, в принципі, не пыльмя, складываю морковочку. Спецпроект «Зарабичаны» в Абзаце. Прямо сейчас. Продолжение расследования журналиста в Абзаце. Последствий убийства в Лощиновке девятилетней Ангелины. Собираются ли ромы мстить за разрушенные дома? І які ще можуть бути последствия этого противостояния? Те, що підозрюваний у страшному вбивстві ром, виявляється, поставило на вуха усю ромську спільноту України. Моїй колезі Ірі Батькун вдалося розговорити Петра Чорного, котрий розмовляв про це з київським бароном. Тому що не може в 20 років, якщо це рома, навіть будучи, пусть, розумієте, мені чого там не дуже верюся. Але ми зараз говоримо о тому негативі, який. А навіть якщо він по поступкам повністю у себе вже закрили життя, де буде відбувати в свій срок, він вже не вийде відтутно. Але те, що селяни вчинили самосуд, образило ромську спільноту. Щоб конфлікт в Лощині всі далі не розгорався, сюди пробула підмога. Ми організовуємо ночні патрулі і слідимося за те, щоб селяни сюди не повернутися. Поліція після 12 годин вночі тут вже немає, і народ тільки на нашу захисту відплавляється. Хлопці кажуть, Роми давно не давали життя селянам, просто вбивство дитини стало останньою краплею. Многих дівчинок, місць, маленьких тут насилували, насилували. І вони боялися об цьому заявити поліцію, поскольку вони хотіли себе обіцюватися. Тут повний безпредел був, лютий. А ось чоловік ремонтує вибиті селянами вікна. Невже теж Ром? А чого тут побили? А чого? Циганка жила. Повернутися сюди жити? Ну я знаю, не знаю. Виявляється, будинок належить йому, Івану Васильовичу. Пустила жінку, яка не мала де жити, і от і все. От вона платила за світ, і все. Вони не то, щоб біли в окна, де залазили, вони ще не гадили на столі. Не хочеться розмовляти. Від дідуся дізнаюся, ромобіженці осіли в Ізмаїлі. І у них своя правда. І навіть інший підозрюваний у вбивстві дівчинки. Їду на вздогін. А поки мій колега з Закарпаття з'ясує, як реагують на те, що сталося в найбільшій ромській спільноті України. З'ясовувати ситуацію іду до барона. Я представляю рому, інтересно, розумієте? Тобто ви ніби барон. Тобто як барон, але так це барон називається. Про події в Одесі як ви дізналися? Так по фейбусу я почитав. Що може почати, що може, що буде, як вони будуть нам дивитися. Я думаю, розумні люди, грамотні, не будуть судити всі по Україні в роми, щоб роми такі, щоб роми треба вбивати. Тому що це не все, як в Одесі. Під крилом барона Іштвана поселені на 6 тисяч ромів в Закарпатському берегові. Більшість говорять тільки угорською. Але дехто знає і російську. Йду в табір разом з бароном. Бо самого і побити можуть. За нами спокійно йдуть кілька кремезних місцевих. Охорона. Сам барон переконує, його спільнота намагається уникати конфліктів. Ніху конфлікти такі, щоб ми не могли жити нормально. Тобто вживаються і живемо нормально. Барон запевняє, як тільки виникнуть якісь проблеми з місцевими, він знатиме про це першим. Кому роми більше в таборі довіряють? Барону чи міліції? Барону. А чи не змінилося після подій в Одесі ставлення до місцевих ромів? На майже порожній вулиці Берегова зустрічаю жінку, що живе поруч з табором. Вона угорка. Сусіди ви з ромами, конфлікти є у вас якісь? Ні, ми так живемо, як… Я тут родила за 67 років. Я вам кажу, що мою маму виросли, а не в місці. О, а от і українець. Ніяких конфліктів у нас немає. Якщо хочете, і вас приглашаємо жити сюди. До речі, в самому таборі хатку можна купити і за 100 баксів. Буде вона приблизно така або ось така. Багачі роми намагаються звідси виїхати. Роми виїжджають із табора, придбають, можуть собі придбати будівлю. Нерухомість недалеко від табора, але чим ближче до табора, тим дешевше будинки. По цій вулиці робоча, живуть по 80%. Цігані, ціган, мадяр, українець. По цій вулиці 10%, 15%. По фізиші десь так буквально 10-15%. Ціна будинку на сусідній з табором вулиці Берегова може коштувати більше, ніж у таборі, у 600 разів. Можем купити по 8-6 тисяч доларів, тому що багато ціганів. А далі йдемо уже 30-40-50 тисяч доларів, а таких грошей вже у нас немає. У кожного Рома від 5 до 15 дітей. 10 дітей має. 10 дітей? 10 дітей, так. 10 дітей і 28 внучку має. А скільки вам років? 54 буду. Народжують і одружуються Роми ледь не школярами. Замуж, вони йдуть по 17 років. 16-17 років починається. Умови тут для сім'ї не дуже круті, я б сказав. На весь табір, тобто на 6 тисяч осіб, тут тільки один лічильник на воду. Оформлений він особисто на барони. На 3 тисячі гривень, допустимо, вода там. А потім треба гроші, мені кожен будинок йти і збирати. А цей чоловік береться провести мені екскурсію своїм господарством. Ось так, свині є, качки, от, віде, пару штук є. Пару поросят є. Ну, кроликів зараз немає, тому що трави немає. У кімнаті зелені стіни, вікна застелені червоною тканиною з трояндами, а на підлозі шматки ламінату з різними візерунками. Готовим, здесь вода є. Уже провели собственный. Цвет є, звісно. Стираємо, стиральні машинки є. Є ще старенький комп'ютер. Не повірите, навіть інтернет є. 40 років я не бачив своїх родних. Вони живуть то, що зараз вони приїхали в Германію жити, а остальні там залишились в Криму. По скайпу говоримо. Звісно. Я їх 40 років не бачив. Гуляю вулицями табора і... Ромський супермаркет. То магазин у вас тут, так? Добрий день. Що вас найбільше купують? Найбільше хліб. Хліб, так? Конфетки, шоколадки. Таке діти купують. Усі один одного знають, тому в магазині дають товари в борг. Я переконався, страшні події в Одесі ніяк не вплинули на розмірене життя закарпатських ромів. А я вже в Ізмаїлі. Знайти вигнанців з Лошчинівки виявилось геть нескладно. Где ви щас живете? Где вас переселили? Попадеться, там і живем. Где позовуть люди, там і переночуємо. Наші діти в ту ніч бігали по лісу, по свалкам. Вони не знали, куди прятаться. Вони не знали, куди прятаться. Вони не ручки, вони не ножки, все побитое. Вони там первые теми вообще в лісу находились, комары покусали дітям. Ми не знали, куди идти. Я со своєм дитом бежала по улицам, держала вот так за руку. У мене моєго дитома чуть не вырвали з рук на раздевание. За що? Тепер, я здається, остаточно заплуталась. Селяни кажуть, роми їм погрожують розправою. Роми кажуть, самі бояться селян. Люди нам начать не кидаться, как на зверях. За що? Я должна укрывати лицо, щоб нас люди не видели, бо смотрите, беженцы убежали з Лощиновки. То есть это идет негатив, который сегодня пошел по всей Украине уже. Это, как говорится, нездоровое явление, понимаете? Вот те, що сталося в Лощинівці, заплямувало репутацію всіх ромів в Украине. Неужели мы бы такие враги, или мы звери? Мы бы ждали бы следствия, понимаете? Если этот ребенок виновный, да, судите там, дайте ему пожизнь, судили ему. Дайте ему пожизнь, мы бы разорвали бы. Ну, цыганский суд бы сделали. Это когда цыган, да, растерзать, убивать, резать. Ну, без милиции, без правительства. Что правда, Миша, якого подозрюють у убивстви, вони ромом не вважают. Он болгар, почему мы... Он не цыган этот ребенок болгар, у него папа болгар. Он не жил с цыганем этот ребенок. Виявляється, самі роми у убивстви підозрюють іншого. Почему очима отпустили сразу? Почему не проверили очима? Где справедливость? Почему ее избивала? Она вся сильная гематома приходила в саду, в школу. Почему на это люди не обращали внимания? Оце так несподіваний поворот. Щоб розібратись з ситуацией, я вийшла на хлопца, який в ту ніч був разом з Ромом Мішою та відчимом Ангеліни Олександром. Этот Миша, он ни при чем. Ни при чем. Я даю 100%. Хлопец каже, випивали разом на дні народження. Потім ще зайшли в бар, де працювала мама Ангеліни. А тоді вони з Мішою розійшлись по хатах. Спати. Розбудив історичний дзвінок Саші. Я говорю, что ты помнишь? Говорит, ты вчера что-то делал. Говорит, я ничего не помню. Хлопець стверджує, відчим був пьяним, як чип. Але я з'ясувала, у нього алібі. І дружина, і її співробітниця в один голос запевняють. Той не виходив з кафе. Почему все говорили, что его не было? Жена, виходить, нога у Кати болела. И она села за ширину на стру. И Саша сидел возле нее. Успокаивало. И мы в это время закрывали бар. Катя говорит, я была в баре. Я говорю, Саня зашел в мой муж, говорит, баре. Былся на меня, говорит, он не был свой. Я говорю, у него глаза были такие большие. Я говорю, я испугалась сама от своего мужа. Ангеліну перед вбивством зґвалтували. Тому зараз слідство чекает даних экспертизы. Как в Польше устроиться простой уборщицей с зарплатой топ-менеджера? Пылесос воняет так, как будто его не чистили уже, я не знаю, пару лет. И на продаже каких овощей можно заработать в Варшаве 16 тысяч в месяц? Буду, в принципе, не пыльмя. Я складываю морковочку. Спецпроект «Зарабичаны» в Абзаце. 145 покемонов поймал школьник из Кривого Рога. Это может показаться как очень странный заголовок какого-то сумасшедшего издания. Однако это наша реальность. Мы сейчас делим нашу жизнь и нашу страну с покемонами. Это невероятно рекордно популярное приложение во всем мире. Однако, почему же тогда израильским и американским спецслужбам категорически запрещено устанавливать эту игру? Есть версия, что с помощью этой игры ведется тотальная слежка за людьми. Ну, знаете, вы же включаете там камеру, геолокацию и снимаете все вокруг себя. Якобы приложение, помимо этого, вскрывает еще и все пароли и коды на телефоне и сопричастных устройствах. Так ли это? Расследовала Аня Алицкая. Покемоны стремительно завоевывают популярность во всем мире. Но почему власти разных стран опасаются этой игры? И даже на сайте администрации президента появилась петиция о запрете приложения в Украине. Вы поневольно передаете эту информацию в эфир, а с эфира она уже свободна. Поэтому, если вам нечего скрывать, да, вам нечего бояться. Но если вам есть что скрывать, я вам не советую играть в покемоны. Вот так вот. Анатолий уверяет, закачивая игру и используя камеру, все ваши личные данные и местонахождение автоматически попадают в базу спецслужб. Если у вас есть шестой айфон, да, то вы свой палец уже передали в общую базу данных. Да, вы же с помощью пальца открываете телефон. Добро пожаловать. Вы едете в машине, вас легко по GPS-у отследить. Вы показываете, с кем вы сидите, вы показываете, с кем вы разговариваете. Вы ловите этого покемона. И этот покемон на фоне чего? На фоне здания, на фоне улицы, на фоне вашего товарища. Если вам есть что скрывать, я вам не советую играть в покемоны. Но самое страшное, что этим пользуются педофилы. Игра позволяет своим игрокам приобретать за 99 центов специальные приманки для ловли покемона, чтобы они появились в определенном месте. Сексуальные преступники используют эту опцию в своих целях. Разработчики молодцы. Они решили заработать денег. Они наверняка провели очень глобальные, очень дорогостоящие маркетинговые исследования. На самом деле, они изучили тех людей, которые влияемые. Которые на самом деле пойдут, как ослик за морковкой, за всеми этими покемонами. Это чистый стадный инстинкт. И в нем участвуют люди психологически уязвимые. Еще одна угроза от покемонов. Игра становится опасной для жизни. Люди теряют инстинкт самосохранения. В Израиле мужчина врезался в стеклянную дверь, когда бежал за покемоном. В Японии заигравшийся водитель сбил насмерть пешехода. Два американца упали с обрыва и разбились в погоне за Пикачу. С точки зрения психологии, это ужас. Первое, недалеко сойти с ума. Второе, это может очень сильно трансформировать общество в целом и массовое сознание. В МВД Украины уже отреагировали на эту пандемию и выпустили памятку с рекомендациями, которых нужно придерживаться, чтобы избежать приключений на свою голову. И к большому сожалению украинских женщин... В эту игру играют в основном мужчины. Где-то 95, а то и 97% мужчин. То есть они вместо того, чтобы влюбляться в женщину, вместо того, чтобы делать предложения, они бегают у нас за покемонами. В общем, я себе эту игру закачивать не решилась. Но повелась на новый трендовый мейкап. На смену устоявшемуся тренду покерфейс приходит новый тренд – покефейс. Лицо покемона, что мы сейчас и попробуем сделать. С моим визажистом Леночкой будем делать макияж в стиле самого популярного покемона – Пикачу. Желтый цвет – это визитная карточка Пикачу. Теперь берем блестящие тени золотого оттенка и полностью под брою мы наносим блестящие тени. На сколу такого теребристо. А теперь мы делаем розовые щечки такого красного-алого оттенка. Это можно сделать при помощи аквагрима или губной помады красной. Да. Обводим сейчас, чтобы были насыщены эти круги черной подводкой. Губы нарисуем ярко-розовым малиновым оттенком. Подведем. Ну вот и все. У нас получился прекрасный покемон Пикачу. Анечка, тебе хорошие съемочки. Спасибо. Сразу за инстаграмлю с таким мейком. Говорят, покемоны набирают сотни лайков. Проверим. Через час уже тысячу сто. Вот это да. Кажется, мир сошел с ума. Попытаюсь отбить у украинцев желание ловить покемонов. Повторю эксперимент европейских видеоблогеров. Мне помогут мои креативные коллеги Леша и Влад, а также большой надувной покебол. Мы будем настигать людей в самых разных местах. На тротуарах, в парке и даже в метро. И проверять реакцию украинцев на покемонов. Но посмотрите, что случилось возле офиса нового канала. Наш редактор Таня как раз играла в покемонов. И поймала одного из них на мне. То есть на покемоне покемон? Да. Реальные покемоны виртуальные объединились. Вот он. Вот он, летучая мышь. У вас тут зубат. Вот он, мой сегодня первый покемон, которого я запоймала. Или он меня поймал. Чем лично. Чем лично. Мир сошел с ума. Суровая виртуальная реальность. Ну что, начнем наш реванш? Покемон! Пока реакция позитивная. Неужели никто не станет нам препятствовать? У меня шок. Люди абсолютно спокойно на нас реагируют. И даже фотографируются. Но тут мы, конечно, наглеем. А вот парень мило попивает свой кофе. Хоть у кого-то покемоны теперь будут вызывать негатив. Спускаемся в метро. Здравствуйте. А для покемонов есть скидка? Как видите, украинцы адекватно реагируют на таких живых монстров. Честно, меня пугает такая покемономания украинцев. И я боюсь представить, что будет, если игру официально у нас запустят. Но мой эксперт предложил реальную альтернативу популярному приложению, которая может хотя бы принести людям пользу. Если наши айтишники придумают, например, игру «Депутат Гоу» с элементами антикоррупции, то я думаю, что это будет шедевр. Потому что ты нашел этого покемона жирного, который антикоррупционный комитет не может поймать. Сфотографировал, повесил. Приехали ребята, забрали, запаковали этого покемона. И все. И не надо их там 3-4 месяца ждать, когда там прокурор его вызовет. Прямо сейчас в Абзация спецпроект «Зарубить чаны». Теперь наша Маша Себова охотится за польским злотым. Как, имея обычную туристическую визу, можно заработать в братской стране 16 тысяч гривен в месяц? Причем не разгружая вагоны, а на печеньках и морковке. Я расскажу, как заработать десятки тысяч на овощном рынке в Варшаве. Иди сюда, мой друг. Покажу, как устроится упорщица с зарплатой топ-менеджера. Итак, вчера на автовокзале я нашла объявление на машине. Тут пишут, что есть работа для украинцев в каком-то селе, а город Кирневице. Правда, дозвониться сразу не вышло. Пока сбросили, но номер сохраню. Может, это будет мое спасение. На утро после ужасной ночи на вокзале я решила действовать. Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, я увидела объявление про работу. А что за работу вы предлагаете? Работа на фикарне. Ага. Хорошо. А что там делать? Ну, как на фикаре, там и печенье, собирать коробку, их хлебу, на машинах там режут, ну и шоколад. Мне подходит. Но сразу уточняю вопрос с визой. У меня виза есть, но она не рабочая. Вот это важный момент для вас или нет? Нет, 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 нет. Если есть виза и вы находитесь в Польше, то неважно, рабочая она или туристическая. Идеально. Вот только добираться до моей новой работы мне предстоит больше часа. Еду в какое-то село сто с чем-то километров от Варшавы. Поезд привез меня в ничем не примечательный городок с непроизносимым названием Скьернивице. Здесь проживает всего 50 тысяч человек. Зато тут есть пекарня. Ну что, удачи мне. Надеюсь, волоски будут вкусные. Ну, вроде нашла. Добрый день. Работа. Добрый день. Хорошо. Хорошо. Из Украины. Тут только по-никану. Ага. Тут, а, да. А то есть еще только спрессачки. По-русски мы говорим. А, хорошо. Здесь очень удивились, что я пришла по объявлению. То есть без всяких рекомендаций и посредников. А, на машине. Мой новый начальник сразу согласился показать цех. Тут пара, пожалуйста, так есть. Забыкайте пара, пожалуйста. Там поведет сын-то пирагов, что у вас. Ага. А, здравствуйте. Здравствуйте. Оказывается, среди упаковщиков работает мужчина из Львовской области. Надо сказать, что у кого пьем. А, да, 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 да. Платят таким простым рабочим по 56 гривен в час. Сниг, 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 сниг. Сниг, сниг, сниг. Да, да, да. На срок. Зато всем работникам бесплатно предоставляют комнаты прямо на фабрике. Но прежде чем показать мою, польский пан попросил у меня документы. Паспорт есть. Да, тут надо сдать пани. Ага. Ну. И все. И я раз покажу, где нужно помешать. А, хорошо. Да. А паспорт надо сдать или как? Ну, два дня сдать, чтобы там зарисуем. Ага, я понимаю. А если... И приглашение тоже. И приглашение тоже. Да. Какое еще приглашение? Об этом меня не предупреждали. Да и вообще отдавать документы совсем неохота. Не давай на разе. Пусть на два дня нам нужно. Ага, на два дня. А вдруг его вообще не вернут? Я уже напугана. Тем временем пан звонит какому-то агенту, который говорит на русском. И передает трубку мне. Алло. Здравствуйте. Не, я просто приехала. Мне 26. Да. А мне... Я просто... Я приехала на самом деле... Ну, я по объявлению. Уже по телефону мне сообщили, что и сюда все-таки нужна рабочая виза. Почему сначала мне сказали наоборот, не ясно. Да уж, только зря съездила. Мы подсказали одно место, где украинцы все делают как поляка и рабочую визу. Туда я и отправилась следующим утром. Ведь, похоже, нормальную работу можно найти только с официальной рабочей визой. И нам подсказали, где найти работу. Перед миграционной службой еще в 6 утра начинает выстраиваться очередь. Вот кто-то даже стульчик из дому взял. И я его понимаю, ведь открывает свои двери служба только с 10. С каких утра у тебя вообще не собирается? Нет, с 5 утра уже лучше. Какого-то целого дня, наверное. Лица у всех серьезные. Даже мне передается волнение очереди. Все задаются вопросом, откажут или нет. Я не могу. Много это делаю, что у кого-то ждут. Ко мне на лес сразу, я чувствую, что у кого-то нет. Да уж, с такими темпами никакая виза мне не светит. Я так понимаю, мне даже нет смысла стоять, потому что люди там около года ждут. Без нужных документов меня могут взять разве что в поле. Чтобы найти подходящую вакансию, я покупаю специальную газету у Голушенева. Здесь даже есть объявление, где предлагают особому из Украины. В этой газете тысячи вакансий. Столеры, домработники, официанты, менеджеры. А вот и работка для зарабетчан. Спорт-трускавик. По-нашему клубники. Ну вот где-то здесь должны звать на клубнику. Так. Кстати, в Польше на трускавках выгоднее брать плату не за отработанные часы, а за собранные килограммы. Одна корзинка от 7 до 17 гривен. За день можно заработать до 700 гривен. Это же просто злотое жило. День добрый. Ты спеки инглеш или украинская? Алло. Алло. Стосовно сбору трускавик. Ну, слушаем. Миле особи вас было. Одна. Это далеко? Ну, полица щедрая. За щедрами еще. Вот только ни английский, ни украинский, ни русский на том конце не знают. Я их не понимаю. Ладно. У меня есть еще варианты. А мой польский практически на нуле. Алло. Алло. День добрый. А с приводу трускавик, сбору трускавик. Нет, у нас все нет. Ладно, по той филии уже звонит. Я говорю, что плохо в этом году выросла клубника. Некому собирать. Вернее, нечего собирать. На сбор клубники лучше ехать в мае. А дальше, если понравится в поле, можно перейти на сбор помидора, огурцов и других овощей. Ну, а мне, похоже, пора переходить к объявлениям про уборку. На ней можно заработать 60 гривен в час. Ед на особо с Украины. Ед на особо. Ед на особо? Да, да, еду. Алло. Я так понимаю, надо будет потом перезвонить, потому что кто-то сможет со мной поговорить, так, чтобы я понимала. Так. Окей. В конце концов, на спасительном вокзале Варшава-Заходня наши заработчане поделились со мной номером украинца, который может найти работу по уборке. Алло, Дима, добрый вечер. Это Маша по поводу уборки. И, скорее всего, можно утром узнать. Мне сказали поубирать в чьих-то апартаментах. Я так понимаю, это еще лайт-версия. На следующее утро мне, наконец, повезло. Чувствую следы посуточной аренды. Да. Приступим. Вот люди странные. Даже посуду за собой вымыть. Работа, в принципе, легкая. Как будто у себя дома убираешь. А платят 9 злотых в час. Это больше, чем на клубнике и даже, чем в той пекарне. Иди сюда, мой друг. Пылесос воняет так, как будто его не чистили уже, я не знаю, пару лет. Здесь, конечно, работаем часа на два, но я растяну до трех. В конце концов, 27 злотых будет. Напоследок меняю постель на свежую и опля. Фух, 27 злотых точно отработала. Я бы и дальше с удовольствием так убирала, но подработка оказалась одноразовой. Поэтому через ту же газету я нашла кое-что еще. Мне предложили более-менее постоянную работу на рынке овощном. И вроде как не требуют документов. Так, вот этот рыночек. Сейчас мне сказали прямо, где овощи. День добрый. День добрый. Мария? А, что же я? Пратцов. Пратцов. Тут. Наконец, меня берут без всяких вопросов на адекватную работу. Еще работай. Понял Сталина на указку. Итак, работа помощником на овощном рынке. Моя задача расставлять продукцию, перебирать овощи и быть на подхвате у продавца. Работа в принципе не пыльная. Раскладываю морковочку. Так. Мне кажется, все лучше, чем собирать клубни. Платят на такой работе 8 злотых в час. Как ни странно, на уборке я бы могла заработать еще больше. Зато здесь есть четкий график. А-то козлы 16-й. Освоилась я быстро. Расставляю соки по цветам. В этом а-ля магазинчики на рынке продается все. Овощи, фрукты, соки, консервы. Рабочий день длится 11 часов. И в конце я получаю 88 злотых. Все по-честному. Хорошо за дещейший день. Ага. Все в этой работе хорошо, только вставать надо рано. Кстати, уборка настигла меня и здесь. Да, никогда не знаешь, чем придется заняться. Когда-то в жизни. Но я готова на все. Лишь бы платили. И убирать, и поливать овощи, и перебирать гнилые яблоки. Это что, не очень? Ну ладно, тут пока лежит. Тем более у этой работы есть один большой плюс. Ну то здесь не жарко, не холодно, и это не на поле. Здесь я и доработала оставшиеся 4 дня. И по итогу я получила 379 злотых. И было бы намного больше, если бы меня не кинуло агентство. Я теперь вообще не понимаю, что мне делать. И не потратила бы зря время на пекарню. Ну а если осталось бы на овощах в Польше на месяц, то получила бы 2300 злотых. Это 16 тысяч гривен. В следующем выпуске Абзаца мы расскажем, как всего за день в Италии заработать месячную зарплату украинского учителя. Гроши мои заработали. 60 евро. Грация. Я расскажем, как разбагатить, выготовляючи труни для кремации, и получать за это по 2000 гривен в день. Крышки для итальянских трун мне даются наилегче поки еще. Та через яку работу я мог роками дивиться на солнце через грати итальянской вязнице? Блин. Где маленький? Я изменю три профессии и расскажу, на какие лучше может заработать человек без документов. И в каких условиях живут в Италии украинские зарплаты. Белая, чтобы никто ничего не видел, никто не видел. Дивите уже завтра, как подкорить столицу Римской империи и заработать 40 тысяч гривен на месяц.